Мы сдаёмся перед мракобесием. Тема эфира 20.13 в эту пятницу после 20 часов. У нас в гостях главный редактор нового литературного обозрения Ирина Прохорова, ведущий Сергей Бундман. 20.13 в пятницу после 8 вечера. Ну что, реклама? Нет, я не от Дона Корлеоне, я от Донстроя. Да он строит тоже организацию, да ещё. Им кидают этих несчастных гастарбайтеров на миллионы просто. Не платят, не платят, потом вызывают ОМОН, который всех забирает. Это ко мне когда-то приходят. Да. Чудо, они известны, это просто бандиты. Гастарбайтерами оно всё ужаснее и ужаснее стало. Ну это правда. У меня был когда-то представитель молдавских этих мигрантов. Я с ним познакомился некоторое время, потом он испугался и убежал, но он интересные вещи рассказывал. Вот эти трюки Донстроя, хорошие деньги обещают, вначале что-то дадут, потом задерживают зарплату. Задерживают, задерживают, потом за 100 тысяч баксов нанимают ОМОН, и 900 тысяч у них остаётся в кармане. ОМОН всех выгребает и всё. Их высылают. Ага. Или разгоняют. Всё. Поэтому реклама, кстати. Особое мнение. Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Эдуард Лимонов. Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, какая главная, конечно, новость сегодня, политическая дня? Это, конечно, Владимир Путин, поймавший в Туве 20-килограммовую щуку. 21 килограмм, сказали. Ну не знаю. 21, это круто. 21 тем более. И якобы они сделали котлеты, сделали Путин, Шойгу и Медведев. Да. Завидую, что можно сказать? Медведев не поймал. Я бы съел такую щуку, да. Котлету. Он ещё её поцеловал. А что такое котлета из щуки? Это чего? С чем? Смешивается с чем? Ну, как любая котлета. Мясо там и что-нибудь ещё. Какое мясо? Щука. Нет, не мясо, это рыба щуки. Ну хорошо. Рыба щуки. У неё же мясо есть, поэтому она не превратилась в царевну после того, как он её поцеловал. Хотя всё это совершенно случайно снимало раз что да. Ну, видите, это наш президент, я его не избирал, активно не приемлю его руководство. Ну, поймал щуку, значит, поймал. В это время другой президент Лукашенко проявил себя как крутой реформатор и совершенно неожиданно заявил, что православная церковь нуждается в реформировании, что там молодёжь чего-то там не тянется, и что на Западе всё плохо, но у нас тоже не очень хорошо. И он не поехал в Киев на торжества, приуроченные к Егелею Крещению Руси, куда все поехали, как мы знаем, на поезде. Уже вас понял. Дело в том, что достаточно много католиков в Беларуси, это давно известно. Очень много, да. Да. Ну, не знаю, половина или, может быть, не половина, но около этого. Ну, около этого. Сма существует. Да, поэтому он сделал очень такой дипломатичный жест. И сейчас новый папа такой интересный, с интересным поведением. Друг чего перепадёт, подумал Александр Григорьевич. Что может перепасть? Ну, мало ли чего. Папа что-нибудь устроит, какие-нибудь посреднички, что-то, какие-то льготы. Ну, это умно, что можно сказать. А как вам вообще вся эта история с празднованием Крещения Руси в Киеве? Этот огромный состав, на котором едут патриархи православных церквей и везут крест Андрея Первозванного. Вот этот сам поезд, вот такой вот, очень такой торжественно олдскульный. Ну, а как вам зимние Олимпийские игры, которые предстоят нам в 2014 году? Это вот из той же категории больших и пышных праздниц, которые должны давать государство. И вот эту помпезность устраивать вокруг. Это необходимо. И к тому же это ещё и наше верование. Непонятно, был ли этот князь Владимир, существовал ли вообще. Ну, это были такие незапамятные древние времена, когда вообще ничего с точностью сказать нельзя. Вся история становится более или менее подлинной где-то там века с 15-го. А до этого это сплошные потёмки, мука плавающая в воздухе. Ну, ничего, надо праздновать. Я согласен. Государства в данном случае должны свою родословную отслеживать и праздновать. Я вот свои дни рождения не праздную, а государству нужно. А в чём не праздновать свои дни рождения? Ну, это глупое тщеславие. Интересно просто. Глупое тщеславие. Давайте начнём серию новостей, когда вот до перерыва у нас остается пара минут, посвящённых реальным событиям с реальными людьми. Чайхану номер один построили на Триумфальной, это вы знаете. Слушайте, я там была вчера на Маяковке. Там не написано ещё было, что это чайхана. Там просто стоит вот эта штука, которую мои друзья в Твиттере, я там сняла это, тут же назвали обкусанным зефиром. Мне аппетит. Это тюбетейка узбекская. Белого цвета. И по форме, да, и она белая с чёрным. Тюбетейка узбекская. Она на паналку больше похожа. Да, какой-нибудь. Она точности повторяет форму узбекской тюбетейки. Если вы когда-нибудь видели, только там отсутствует чёрная, а только белая. А узбекская тюбетейка состоит из вот такого сочетания цветов и фигур. Но там перекрыли ещё больше, чем когда была археология, так называемая. Патрицилия. Они вообще там всё это ещё обставили парковками по периметру этой площади. Там вообще невозможно пройти. И всё это заставили вот этой огромной штукой, которая по одной версии зефир, по вашей версии тюбетейка хорошо. Конечно. И более того, ещё ссылаются на желание горожан. Это якобы по просьбе горожан построили эту тюбетейку. Но я всё равно намерен пойти, как обычно, на свою вахту 31 числа. После 18 часов пойду. А куда вы пойдёте? Там уже места для вас нет. Ну, для меня и ещё там нескольких сотен людей найдётся место. Всегда устроимся. Для сотен уже не найдётся. Для вас, конечно, найдётся. Ну, знаете, ну, войдём в тюбетейку, в конце концов. Там, наверное, есть место. Это так смешно, на самом деле. Потому что Маяковка – это не то место, где не хватает, например, заведений разных ресторанов, кафе и всего такого прочего. Потому что их понатеку не так уже огромное количество. Это же, как говорили в старину, секрет Полишинеля. Всем понятно, что всё-таки не решились оставить без убранства площадь. Да, если не доноры, то яма, да, то археологические раскопки три года подряд. Потом, ну, сколько уже это было? Это выявляет, вот в данном случае, нам удалось каждый раз выявлять вот эту гадкую, лживую сущность, да, государство, власть и мэрию. Каждый раз чего-нибудь придумают. Вот какие люди уже сдались бы, Господи, на милость победителя. Ну, поскольку вы в теме, то, может быть, вы знаете, чем закончились археологические раскопки. Вам, как человеку причастны, вы, как мне сообщили. Надо спросить у нашего археолога, главного Москвы, который наверняка лгал тоже. По моим сведениям, все эти артефакты, какие-то кусочки кожи, там, горшков, я не знаю чего, раскопанный туалет 20-го века. Туалет был, надеюсь, это правда. А туалет раскопали? А всё остальное где-то из каких-то районных краеведческих уголков, там, или из школ, там, привезли. Всё-таки привезли. Да ну надо... Приличие соблюдения. Ну, если уж и удачу, когда такой аппарат у мэрии можно найти. И главного архитекта, и главного археолога. Минута рекламы, и потом продолжаем программу особое мнение с Эдардом Львудовым. Как? Это ужасно, причём, это мерзко совершенно, я фотографировала, там вот ещё одно место, когда есть какая-то придуманная архитекторами, сколько-нибудь лет назад, перспектива, да, вот там, понятно, что седовое концерн, там вокруг стоят большие дома. Костельцы такие, там, рядом театр сочетей, ну, там, неважно, там, хорошо это или нет. Нет, это красивая, компактная городская площадь. Это кто-то думал над этой геометрией, и они взяли и в середину вот этой вот штуки поставили вот эту фигню. И всё, и сразу закрыли вот всё вот это вот, что было придумано не ими, а другими людьми вообще нормально. Они сразу этой блямбой идиотичной. Ну, так интервьюировали же главного архитектора, и он сказал, что это отлично, что они дали добро, они посмотрели. Зашибись, Павелик, конечно. Прекрасно. Эхо Москвы в эфире круглосуточно. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бочкова с особым мнением Эдуард Лимонов. Ваш тезка Эдвард Сноуден, как было сегодня официально заявлено в Кремле, не будет выдан Соединёнными Штатами. Никого не выдавали, не выдаём и выдавать не будем. И, может быть, в конце концов он осядет в Россию, найдёт здесь работу, сказал Кучерета, и, может быть, даже счастья в личной жизни добавлю я. Нет, ну, на самом деле, это история с таким оттенком трагизма, потому что, подумайте, человек живёт уже второй месяц в этой шереметьевской тюрьме. Это, по сути дела, тюрьма. Не надо... Где бы он ни жил... Я уверен, что его оберегают от контактов с кем-то ни было. И живёт он на тюремных таких условиях. Там, насколько я знаю, нет ни окон, например. Очень хорошо, второй месяц, все улыбаются. Чему тут улыбаться? Если бы Навального посадили в такую тюрьму в Шереметьево, все бы... Как это было? ...либералы бы попели и визжали бы и кричали, да, от ужаса. А тут Сноуден сидит. Он Сноуден достойен уважения. Нет, давайте разберёмся чётко. Вот он достойен уважения. Даже по всем либеральным параметрам. Не берём уже все остальные. Он неправильно вскрыл то, что мы называем вот этот чудовищный тюремный глобализм, наблюдение над всеми. Это даже непонятно, почему его так неохотно поддерживают у нас в стране, те, кто называет себя либеральной оппозицией. Надо поддерживать. Переступив через все отвращения к Путину, к кому угодно, поддерживать надо. Вот мы, будьте честными, это человек абсолютно, видимо, незапятнанный, наивный. Вот поверьте мне, я повидал на своём веку разных людей, в том числе и американских разных деятелей. И надо ему, надо его вытащить оттуда. Пусть ему Путин или кто угодно даст возможность у нас тут жить, а он сам найдёт свою дорогу. Я уверен, что он через полгода будет возмущаться тем, что есть у нас. В этом я в нём абсолютно уверен. Вот моя лучшая рекомендация этому человеку, надо ему помогать. Очень странная ирония, согласитесь во всей этой истории, что разоблачать американцев, разоблачать американского большого брата, который за всем следит, и в результате оказаться где? В руках российских спецслужб. Ну, видите, и оказаться ещё никем не поддерживаемым, поскольку американский большой брат у нас пользуется большой популярностью среди даже нашей оппозиции. Власть его робко, оглядываясь на Соединённые Штаты за своё плечо, всё-таки они... И даже Путин не решается сказать, слушайте, я хочу, чтобы он был здесь, вот и всё, до свидания, там, Америка, какие мы отношения, такие будем иметь, это явно. Ну, он не решается, трусит чуть-чуть. И оппозиция Сноудена не поддерживает, вот я поддерживаю. Ну, Путин тоже поддерживает. Ну, это же как поддерживает? Второй месяц сидит человек... Ну, ладно, они решат формальности в конце концов. Какие тут могут быть формальности? Говорят, у него, американцы аннулировали его паспорт. Большое дело. Руководитель государства имеет право сказать, вот паспорт удостоверяет его личность. Давай, парень, идём, беру тебя за руку, пошли, пойдём на Красную площадь, я тебе покажу. Вот тут у нас Мавзолей, тут у нас Спаспорт. Правильно, так и должно быть. А чего, какое-то несамостоятельное государство на задних лапках, выходит Владимир Владимирович. Какие отношения наши, великолепные Соединённые Штаты, какие у нас отношения, пусть мне кто-нибудь скажет. В чём они заключаются вообще? Да вот вы мне скажите, а я вам скажу, что их нет. Это полная муть. Соединённые Штаты нас эксплуатируют постоянно, преследуют свои интересы, в гробу нас видели в белых тапочках и делают всё, что им за бога рассудится. И только мы говорим о каких-то отношениях. Мы даже нас им не поставляем. Вот с Германией у нас есть отношения, которые стоит обеим сторонам беречь. А какие у нас отношения с Соединёнными Штатами? Они, гнездо у них там где-то в Северной Америке, за три моря, за океанами. Сидят они там, ну и пусть сидят. Броли хмурят, ну и мы нахмурим. А вы можете объяснить действительно вот такую вот всегда удивляющую меня, например, вещь, что наши разные патриотические, государственнические, как угодно настроенные люди, которые всё время говорят, что американцы нам не указ, американцы сволчи. Они едят наших сирот, там у них однополые эти и всё на свете. Ну вот всё вот плохое, что мы про них знаем. Вот это всё перечисляется по списку. И дальше говорится, что вот они сволчи, а мы хорошие. Но при этом какой-то фантастический американоцентризм наших людей, которые борются с этими самыми американцами. Банальное объяснение, которое вы и я слышали, это то, что якобы находятся там в Соединённых Штатах капиталы какие-то. Белковский много лет говорит о том, что там сбережение наших чиновников, ну может быть, в какой-то маленькой дозе, наверное, но не из-за этого. Я полагаю, что это просто такая психологическая травма, некое преклонение перед Западом даже у наших высших руководителей. В первую очередь. Перед старшим братом, на которого они всё равно оглядываются. У меня вот нет никакого преклонения, я с ними жил. Я к ним отношусь так вот, тьфу и всё. Я не считаю, что американцы лучше нас. Я считаю, что они такие же разгильдяи, что они, правильно, да, что они вообще ни черта не понимают международной политики, что они совершают каждый день ошибки. Они разделили Корею, Корея так и существует. Они сейчас наделали бордели везде, там, в Ираке всё взорвали, к чёртой матери, тебе вроде государства нет. Они везде, везде приносят хаос. Они дураки просто, дремучие провинциалы, живущие на окраине мира, которые так и не поняли, что такое, собственно говоря, мир. Слушайте, ну вы же там провели достаточно... Почти шесть лет, да? Да, да. Уже ничего хорошего и как бы... А что значит ничего хорошего? Не может... Не, ну как это, ничего хорошего, я не говорю этого. Там великолепный этот Манхэттен, великолепные строения, построены ещё сороковые годы, небоскрёбы. Великолепная техника, хорошая, отличная организация там всего, многих вещей. Одновременно с дремучими людьми 17 века в провинции, живущими ещё по законам Адама и Евы, или там домостроя. И там есть всё. Они очень умные, они к себе брали, всегда сгребали лучшие сливки, миграции, платили большие деньги. Они с деньгами воюют часто, у них великолепное современное выражение, у них много чего хорошего. Мы можем, русские, завидовать даже их вот этой боевой силе. Вот русский парень смотрит, идёт с навороченным каким-то автоматом, как по Луне идёт американский солдат по рации, там что-то связывается, жуёт членгам и вообще покорил весь этот Ирак и Афганистан. А наши сидят как в ванне из-за того, что у нас из рук вон плохое правительство и трусливые руководители. Вот возвращаясь к Сноудену и ко всей этой истории с этим Агентством национальной безопасности, я читала какие-то интервью у каких-то там бывших и тамошних спецов, которые объясняют, как это работает. И самая удивительная вещь, которую я совершенно неожиданно там для себя обнаружила, что они действительно очень оснащены и высокотехнологичны, и собирают какое-то огромное количество информации из всяких Фейсбуков, телефонных разговоров, электронной почты и так далее, и так далее. Но этой информации столько, что отдельная проблема, не вполне себе решённая, что, собственно, с этим делать. То есть сидит такое огромное количество людей, которые, вот, например, берут фотографии моего котика из Фейсбука, из Твиттера. И что? И все это. Ну, я думаю, что это не совсем верно, не так карикатурно всё выглядит. Я полагаю, что есть эти системы... Я думаю, что американцы сейчас намеренно преуменьшают вот и ущерб от Сноудена, и преуменьшают свою вот эту вот шпионско-подрывную деятельность над всем миром. Это, конечно, им выгодно сейчас. Я полагаю, что мы с вами живём, видите, в какой век. Я жил во времена, когда надо было диск телефонный там долго накручивать, и телефоны были не у всех. А сейчас мы живём в такое время, когда чудеса просто, да, за вами же с помощью вашего телефона следят. Это я вот убеждался много раз, когда там за мной вдруг ехали, и не понимал, почему вы из тюрьмы только потом не объяснили. Ты должен там вынуть батарейки, что-то ещё там, чтобы... И даже это не работает. Ну, видите, так вот, я хочу вернуться к Агентству национальной безопасности, что я думаю, что у них там всё в порядке. Если не всё ещё отлажено, то будет отлажено. И зря следить они не будут. Я слышал об Агентстве национальной безопасности даже сейчас лет 20 тому назад. Да, потому что он ещё с 50 какого-то... И тогда они уже записывали, они в те времена, это было сверхсекретное агентство, и сегодня оно, видимо, сверхсекретное. Ну, и вот вы сказали про тюрьму, и я, конечно, именно вас хотела спросить сразу про серию сегодняшних сообщений. Во-первых, Виктор Батурин получил 7 лет колонии по Гагаринскому суде. Ну, и есть ещё у нас УДО Надежда Толоконникова, и об этом дальше. 7 лет – это много. А там какие-то миллиарды. Ну, миллиарды, да. Но он украл у сестры, по-моему, свои. Ну, какие-то там... Или пытался украсть. Ну, вот я бы на этом основании всё-таки ему дал бы меньше. Хватило бы и четырёх, например. А то и трёх. То есть сестра вам не нравится больше? Да при чём здесь не нравится? Это несправедливо, то, что ему паяли 7 лет. Я полагаю... Ну, я боюсь теперь говорить о московских судах, после того, как меня штрафовали на полмиллиона, и который до сих пор на мне висит. Но, тем не менее, я думаю... А они так и висят на вас эти полмиллиона? Ну, да, я так и... А вы им отдали, что ли? Нет, ничего не отдал. Ничего отдал. А там какие-то монеты собирали? Монеты, я помню, какие-то... Ну, я собирал, но они не взяли, да. Люди собирали для меня, да, да. Не взяли. Но, что я хочу сказать, что, может быть, по старой памяти суды как-то, ну, не знаю, что они там думают, но принимают своё решение и помнят, что это брат Батуриной, который украл у Батуриной, у жены бывшего Лужкова, который был когда-то мэром. Вот так вот представляется мне это моё мнение. Я не... То есть непростой, непростой... Ну, много ему дали. Ну, понятно, ну, какие-то векселя, ну, много. Не надо быть живодёрами. При Сталине, между прочим, пять лет считался очень серьезный большой срок. Это правда, это правда. Ну, и вот, собственно, Надежда Толоконникова не встала на суд исправления, сказал Верховный суд Мордовии, и поэтому в условно-досрочном освобождении была отказана такая же история случилась ещё раз с Марией Алёхиной. Эти девочки слишком рвутся, вот они не понимают, что это не обязанность. Удо – это не обязанность, это привилегия, которая даётся. Это можно оспаривать приговор, да, и можно говорить, приговор слишком жёсткий, жестокий. А когда ты просишь УДО, то ты сразу включаешься в вот эту вот сеть. В Америке то же самое. Отпустить человека on parole, как у них говорят, да, это значит, выслушают администрацию, выслушают психиатра, выслушают различных социальных работников и решают, человека надо выпустить или нет. А в данном случае ещё ни для кого не секрет, что пусть и Райд насолили в православной церкви очень сильно, а православная церковь у нас могущественная. Поэтому ожидать, что они выйдут, я бы на их вместе спокойно досиживал бы до февраля не так далеко. Ну, видимо, им ничего другого. Ну, это нельзя, вы не можете зубами себе перегрызть с ножом в горло, давай мне УДО. Это даётся как привилегия. Краткие новости, небольшая реклама, потом продолжаем программу «Особое мнение» с Эдуардом Лимоновым. А теперь уже полно душно в этой комнате стало. Ну, потерпим, я просто боюсь, я от кондишн заболеваю, ни от чего, ни от холодов. Оставим как есть. Давайте досидим. Мне даже больше нравится, когда жарко и душно, чем когда холодно и ужасно. Навального растёт, свидетельствуют данные опроса портала «Суперджок». «Суперджок» — это же бизнесмен, что их опрашивать, они все проголосуют. В ближайшее воскресенье вы бы проголосовали за. Из тех, кто собирается участвовать в голосовании, 51% намерен отдать свой голос за Собянина, 36% — за Навального. По сравнению с аналогичным опросом «Суперджок» недельной давности, Собянин потерял 3%, Навальный набрал 6% пунктов. В последнем опросе приняли участие 1600 респондентов из числа экономически активного населения Москвы старше 18 лет. Вопрос проводился с понедельника. Ну да, это бизнесмена попрашивали, вы поняли. Да ладно, там свистят, вы не слушали. Я заинтересованное лицо, я не могу молчать. А вы же не баллотируете с ним. Нет, я хочу, чтобы Навальный грохнулся с высоты всего своего мошеннического роста. А вы не понимаете, что он мошенник? Реально, реально. Пять таких уголовных дел, и будете ли он что, невинен? Это наглость, когда у нас человек, извините, когда у нас проповедуют, вышел крестовый поход против коррупции, мошенник. Мошенник, реальный. Мошенник, реальный. Ну, надо же доказать. Что значит доказать? Да мне не надо, мне лично не надо доказывать. Вот я здесь, я с такими сидел и видел много таких. Ольга, это не для радио, поверьте мне. А вот только иногда и слышно сейчас, в сети не зависит. А, да. Поверьте мне, он машинный. Как конкретно. Реклама. Квартира. 42 квадратных метра. За 2 миллиона 400 тысяч рублей. Новая Москва. Экопарк. Горчакова. Телефон 499. 222-72-27. 2 миллиона 400 тысяч рублей за квартиру. 222-72-27. Проектная декорация на сайте 222-27. Что же это за квартиру за 2 миллиона? По-моему, это уже не очень много даже. Это какая-то хибара, наверное, это из фавелла, из Рио-де-Джанейро. Клепка какая-то, да. Из линолеума. Из картона, короче. На всей территории теперь стало солнечно. Спародирует франка, да, это на всей Испании безоблачное небо. До чего дошли? Боже мой, куда катится мир? Все спародировано, собезьянничано. С этим безоблачным небом. РТВА представляет программу «Особое мнение». И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением и Дарт Лимонов. А вот сейчас пришло сообщение Рейтера, что Министерство юстиции американское гарантировало Эдварду Сноудену такие же права, как любому гражданину США. Его не будут добиваться смертной казни и не будут его пытать. Я думаю, Сноуден все-таки работал в ЦРУ. Он знает своих коллег бывших и на это не клюнет. А вы представляете, что вот он тут будет делать? Вот извините, что я вернулась к этой теме. Вот что он тут купит себе там двушку, я не знаю, в Бибели? Ну, вы устроится в какую-нибудь фирму системного администратора. Видите, у нас, у меня вот воспоминания вдруг возвращают меня к похоронам нашего парня, Сашу Далматова, которому мы похоронили его, привезли в гробу из Нидерландов. Вы знаете, он там якобы покончил с собой, хотя это тоже дело темное. Вот сравнимые вещи, да? Он тоже работал здесь в ракетном, назовем это ракетном машиностроении, работал в закрытом почтовом ящике, приехал туда, на него стали давить. Не зря же он все время говорил о предательстве. Зачем, если на тебя не давят, зачем здесь предательство? На него давили, вот он мертв. И Нидерланды до сих пор представили только один доклад в 200 страниц от одного ведомства, хотя занимались этим 4 ведомства. И в этом докладе ровным счетом нет ничего. Более того, они обещали там матери пенсию, какие-то существования, ничего этого не сделано. Там же мать обращалась к королеве, там что-то такое. Правильно, да, по нашему совету и все мы правильно сделали. Но это все была показуха. На самом деле ничего не сделано, никаких денег ей не выплачено, ничего. Вот вам пример этого, вот такой истории. И эта история с причинами... Нет, ничего не говорится. Этот огромный отчет на 200 страниц, в котором там полторы строчки. Там винят, например, неправильную систему приема иностранцев, неправильную систему там ожидания вот этого вот разрешения на пребывание на территории. Ну, в общем, короче, никто конкретно не виноват, система виновата. Скрывают и вообще подлецы. А наши как-то... А наши тоже не заинтересованы. У нас сейчас большой бизнес с компанией Shell, со многими другими компаниями. Северный поток должен пройти. Он остановился, по-моему, где-то на границе Германии. Ей надо продвинуть его через территорию Голландии. То есть это история, которая никому не нужна. Она никому не нужна. Этот погибший наш парень никому не нужен. Правда, мы пытаемся узнать, вытащить, но, может быть, при другом правительстве будем знать. В нашем правительстве, при другом. Ну, а вы говорите с Нолденом. А я говорю с Нолденом. У вас вообще в порядке в полном в таком случае. Я говорю, что дайте ему хотя бы возможность здесь жить. Что это такое на самом деле? У нас что, рай земной тут? Нет, не рай. Так пусти где человека... Ну, хотя бы его не будут преследовать эти янки здесь, на нашей территории. Защита Навального обжаловала приговор по делу Киров-Леса. Об этом сообщил сейчас адвокат Навального Вадим Кобзев. И защита просит отменить решение Ленского суда Кирова как незаконное и необоснованное. Как вы думаете, как будет эта ситуация развиваться дальше? Ну, я полагаю, что сейчас у Кировского областного суда есть месяц на то, чтобы расписать это дело. Вот, расписать, то есть определить судью, который будет судить его. А после того, как это будет уже известно, будет назначена дата. И вот, что они решат? Дата может быть как до выборов, которые состоятся 8 сентября. Видите? Так и после выборов она может быть назначена. Поэтому это, вот, всецело находится в руках Кировского областного суда. Какая будет дата? От чего зависит? А я вам скажу дальше. Это зависит, я думаю, от указаний каких-то общих. Понятно. Может быть, выраженных не в письменном виде, а в виде пожеланий или как-то. А эти указания чем могут быть обусловлены, например? А это зависит от борьбы двух партий внутри правящей элиты, так называемой, поставим ее в кавычки. И вот какая, чья рука вот в этом арм... Рейсминг победит, условно говоря, либо Следственный комитет, который явно не благоволит Навальному, либо Генпрокуратура, например, которая была инициатором отмены этого тюрьмного... Слития под стражей. Да, да. Помните, что случилось 19-го числа? Вот сейчас мы посмотрим, кто. Кто, по моему мнению, будет назначен после суда, извините, после выбора в суд будет назначен. И на касационные инстанции Навальному заменят реальное заключение на условный срок. Предположим, он получает достаточно много голосов. Это совершенно ничего, не играет никакой роли, сколько он там получит. Мое мнение, что вторым будет Мельников. Просто о Мельникове мало говорят, но компартия традиционно очень хорошо организована и сможет поднять свои 13-14%. Что касается Навального, то это ясно нам с вами, что он не выиграет. Это понятно. Выборы... Вопрос в том, как именно он не выиграет. Да никак не выиграет, что говорить. Ну, или получить 2%, или получить 2%. А какое это имеет значение? Для чего? Это, может быть, имеет значение для дальнейшей личной политической судьбы Навального. Вот, например, Прохоров. Мы помним, да? Прохоров получил на президентских выборах 8 копейками процентов. Это до сих пор еще, хотя время идет, и вот эта собранная, эта вот приязнь людей, она тает со временем. Она не будет бесконечным. Прохоров пока оно есть. Но я не уверен, что это останется через год что-то. Но он никак это не использовал. Но больше это только... Не для чего там, не для чего хорошего, не для своей там политической... Не для каких целей абсолютно. Если хотите, я хочу сказать, что, видимо, то, что допустили Прохорова на выборы марта 2012 года, это был своего рода, ну, такой реверанс власти по отношению к рассерженным горожанам. Прохоров не имеет к нему ровным счетом никакого отношения, она один раз, кажется, лучше. Ну, точно. А сейчас то, что Навального допускают до выборов, это тоже своего рода, извините, ребята, вы имеете право там на что-то. Вот такой реверанс. Но это вовсе не... это показуха. Это не имеет целью ничего реального. Давай пойди покрасуйся на выборах. Потом тебе дадут условный срок и начнут судить последовательно по всем другим уголовным делам. Их, я, если не ошибаюсь, как минимум три. Ну, много. Да, это Ив Рошеев, вот эта история с... Три тире пять. Это история с деньгой, исчезнувшими миллионами со счета Союза правых сил и так далее. Это будет спектакль покручить Фаус и Гёте, я вам говорю, конечно. Еще одна новость, не могу вас об этом не спросить. Очередная инициатива депутата Елены Мизулиной о том, что нужно разработать законопроект, который как-то бы регулировал нецензурную брань в российском интернете. Руки прочь от интернета, вот что я могу сказать. Я теперь не только блогер, но я еще и твиттер у меня есть. Я довольно... Я теперь стал достаточно влиятельным. Человек, меня уже люди просят, говорят, ты не можешь там сказать, нас никто не хочет слушать там, вот, напиши там. Поэтому мы не дадим этого сделать. Мы, вы, интернет, да. Я матом не ругаюсь, нет, я не ругаюсь матом, не собираюсь ругаться матом. Я очень искусно владею хорошим русским языком, могу сказать то же самое, то же самое оскорбительно, противно будет тому в адрес, кого это сказано, но без мата. Но без мата. Но я совершенно серьезно заявляю, что интернет, пожалуйста, Елена Визулина, руки прочь от интернета, не надо нас контролировать. Хватит нас все контролировать, и так уже скоро. Неизвестно, где можно будет чувствовать себя в безопасности. Чёртовой матери, все выйдем, выйдем, и по 10 декабря 2011 года покажутся просто детским мудренником на лужайке. Вам зачем твиттер? Понадобился. Меня партийные товарищи буквально застали. А им зачем? Ну, они правильно меня сориентировали в своё время на живой журнал. Так это когда было? Ну, когда? Так вот, теперь они меня долго уговаривали. Пришлось меня уговаривать. Я говорю, у меня нет времени. Я технически человек 20 века. Вы сами ведёте? А? Вы сами на кнопочке? Конечно. Кто-то за вас ведёт? Сам? Нет. Сам. Уже несколько дней веду, да. Уже у меня свыше пяти тысяч. Круто. Да, у меня первый день было бы сразу полторы, кажется. Круто, круто. Ну, а что? Хорошо. Спасибо большое, Эдуард Лимонов. В программе «Особое мнение». Спасибо вам. Триумфальное, не забудьте. Триумфальное. Триумфальное. Триумфальное число, 18 часов. Триумфальное число, 18 часов. У вас есть несколько минут.